Жаркая погода и духота Идеальное давление это 110 на 70-120 на 80 Существует понятие высоконормального давления это 140 на 90 То есть от 110 на 70 до 140 на 90 все укладывается в норму При перегреве жидкость быстро испаряется из организма Кровь сгущается, страдает кровообращение, особенно периферическое В частности головной мозг, который больше всего нуждается в кислороде Отсюда возникают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота Сгустки крови вместе с общим кровотоком попадают в сердце и мозг И могут вызывать закупорку сосудов Все сосудистые больные, метеозависимые Сильную жару гипертоники переносят хуже, тяжелее, естественно, как любой больной человек Самое тяжелое осложнение при гипертонии в жару это отсутствие инфаркта Специалисты советуют при аномальной жаре как можно больше находиться в помещении с кондиционером Избегать солнца и лишних физических нагрузок Днем на улицу не выходить, гулять нужно обязательно, но или пораньше утром, или попозже вечером Когда уже жара спадает, двигаться обязательно И, конечно, в плане питания легкая пища должна быть легко освояемая Без животных жиров, без тяжелых белков, без избытка соленого Эльвира Зорина, Универньюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok